Всем привет, привет! И у меня письмо, да, как вы уже увидели, я думаю. Письмо написала девочка, следующего содержания. Я так добралась до почты, знаете, и вот обнаружила, что оказывается, еще накануне Рождества я получила письмо. Значит, девочка пишет, мне, ну, ей 35 лет, она уже 9 лет в разводе, несколько раз обожглась на наших мужчинах, но продолжаю верить в лучшее и не теряю надежду однажды обрести свое женское счастье. Если можно, хотела бы задать вам вопрос, который меня беспокоит. Я внимательно смотрела все ваши видео, и вы говорите о том, что до встречи с мужем не знали иностранных языков. Как же вы общались на первом свидании? Понимаю, что можно объяснить что-то жестами, простыми словами, но ведь это не позволит передать всю глубину ваших чувств и переживаний. Ведь именно в первый раз хочется сказать человеку так многое. Как вы выходили из этой ситуации? Заранее очень благодарна за ответ. Спасибо вам большое. И она меня поздравляет и нашу семью с наступающим Рождеством. И так красиво написала, пусть чудеса вашей жизни не заканчиваются. Спасибо вам большое, огромное. Пусть чудеса вашей жизни будут и не заканчиваются, и все будет прекрасно. У всех вас, у всех, у каждой из вас, девчонки. Итак, ну давайте вот как обстоятельно, да, поговорим об этом. Как обычно с вами я вам говорю свое мнение, вы говорите свое мнение, там в комментариях внизу, да, или дополнения какие-то. И мы так находим, да, какой-то консенсус, такое общее коллективное мнение. Ну, я первая. Итак, как мы общались на первом свидании? Ну, я не знала языка, там, настолько хорошо, допустим, как сейчас. Я не знала, да, английского языка. Но какие-то все равно навыки уже были. То, что те, которые появились во время, там, переписки, да, переписки, знакомств, общения на сайте знакомств, да. Какие-то, ну, основные вещи были, это я рассказывала, основы какие-то. Я была в таком, знаете, состоянии собаки, я понимала многое, но я стеснялась лишний раз открыть рот. И вот мне, что больше всего заинтересовало, вот, что можно объяснить что-то жестами, простыми словами, но ведь это не позволит передать всю глубину ваших чувств и переживаний. Ведь именно в первый раз хочется сказать человеку так многое. Как вы выходили из этой ситуации? Я из этой ситуации не выходила, потому что у меня не было такого желания. А сейчас я постараюсь и у вас это желание отбить. Извините, конечно, но честно, по-честному. В свидание. Первое свидание. Вот, вы общаетесь на сайте. У вас складывается даже какое-то вот приятное общение, да, ну, вот, хорошее, тёплое. Но нужно всё-таки понимать, что общение в мессенджерах, да, вы этого человека не знаете лично. И вот общение в мессенджерах каких-то, даже через видеосвязь, да, ну, процентов, я не знаю, 95 – это то, что вы сами себе придумали, вот то, что ваш мозг сам себе достроил какую-то информацию, да, то, что вы сами себе нарисовали, какой этот человек. А в реальности он совпадёт, там, процентов на 5 или на 3, понимаете? В реальности вот это будет совпадение. Это, ну, зависит от такой личной проницательности каждого. Поэтому хочется передать всю глубину чувств. Вот представляете, да, а из письма я понимаю, что вы ещё не встречались ни с кем. То есть, представляете, приезжает, по сути, выходит, да, вы встречаете постороннего человека и пытаетесь ему передать всю палитру, вы хотите вообще передать ему всю палитру своих чувств. То есть, пройдите, как бы потренируйтесь, вот найдите любого прохожего, любого, выберите на улице любого постороннего мужчину и на родном своём языке, вот подойдите к нему, и на своём родном языке, просто вот для тренировки, да, расскажите ему о всех своих чувствах, накопленных годами внутри, какая будет его реакция. Ну, вот вы можете себе предположить? Ну, один из вариантов, что он, как бы, скажет вам, что, ну, жалко тебя, развернётся и будет уходить, прибавляя шаг, ещё периодически оглядываясь, не бежите ли вы за ним, понимаете? Это первый вариант. Представьте себя на месте этого человека, к вам, там, незнакомый человек, вы встречаетесь, да, и он на вас вываливает палитру каких-то чувств. Ваша реакция какая? Ну, вы подумайте, он вообще, как бы, нормальный? Нет. Мы же, по сути, вот посторонние люди, да? Вот мы забываем об этом, да, что на самом деле, вот, даже вот какой-то конкретный человек, он чужой, он абсолютно посторонний, и вы его не знаете. И когда вы встретитесь с ним в реальной жизни, вы это почувствуете. В ста случаях из ста, вы понимаете, что это другой человек, это уже, это другое, понимаете? Это другое. У вас будет вот это ощущение, что всё-таки это посторонний человек. Какие бы тёплые отношения там в переписке, во всех этих историях, и какая бы история эта тёплая не была, интересная, это придёт, приедет, вы встретите другого человека, он будет с запахом, у него будут какие-то движения, он какие-то свои вот эти особенности, да? Вопрос, стоит ли вообще постороннему человеку рассказывать всю глубину своих чувств? Следующий момент. А вы так говорите, вот, передать ему вот это всё, а зачем передавать? У вас же 50 на 50, может быть, вы его видите в жизни, первое, внимание, и последний раз. Вот для какой цели постороннему человеку, которого, возможно, вы видите в жизни, последний раз и больше в жизни никогда не увидите, передавать, вот выворачивать своё нутро и передавать всю палитру своих чувств? Зачем? Ну вот для чего? Вам это зачем? Ему это зачем? Понимаете, да, вот что я хочу вам объяснить? Нет, если вы хотите от человека избавиться, а у мужчины, кстати, такая же ситуация, он также приезжает к посторонней женщине, по большому счёту, понимаете? И он это, и мужчины это всё осознают, только мы же девочки, мы же себе там придумываем кино какое-то, вот, а сейчас, вот мы там общались, а он приезжает, а я бегу к нему навстречу, он ко мне с цветами, у него там кольцо за спиной, вот так в руке, это мы придумываем себе, а мужчина едет просто познакомиться с женщиной, понимаете? Всё, и он приезжает, смотрит, оценивает, да, как бы подходит, не подходит, нравится, не нравится, по другим каким-то параметрам. Мы же думаем, что нас выбирают по красоте, какие мы красивые. Нет, он будет смотреть на другие вещи, как вы себя ведёте, как вы едите, в конце концов, понимаете? Мужчины в этом плане достаточно практичнее нас. Мы-то думаем, а, ладно, я потом же, я же потом ему одежду там перестираю или куплю другую, а нет, а мужчина сразу смотрит, какие у женщины там эти предпочтения, да, ну, в общем, чтобы картинку создать себе. И он так присматривается. Если вы хотите от него избавиться, конечно, вывалите ему всю палитру чувств. Это вообще нормального, здорового человека только напугает. И тогда вы его точно никогда не увидите. Никогда-никогда. Мужчина же тоже понимает прекрасно, что он вам посторонний, а вы ему там душу открываете постороннему. Это значит, что для него это будет означать только одно. что вы это делаете с любым посторонним человеком. И для вас это ничего не значит. Понимаете? В то время, когда вы там обнажаете свою душу, говорите о чём-то личном, да, вот мы девочки, когда мы вот это делаем, и вот, а мы, чем больше мы о себе рассказываем, тем больше мы привязываемся сами к слушателю, да, к тому, кому мы рассказываем. Это факт психологический. Чем больше вы о себе рассказываете, тем больше вы сами привязываетесь к этому человеку, да, к кому вы рассказываете о себе. И мы сами рассказали, сами привязались, а потом, надо же, а он все, куда-то исчез. И потом начинается, там, я занят, извини, мне надо подумать, там, вот это все, вот уж негодяй, да. А мы же тут всю душу вывернули ему. Вы еще хотите всю палитру чувств, вообще, своих, как это правильно, всю глубину ваших чувств и переживаний, рассказывать мужчине, постороннему, к нему еще и на первом свидании. Зачем? Я вам больше скажу. Чем меньше вы будете о себе рассказывать, о всех этих своих чувствах, тем больше шансов заинтересовать любого мужчину. Вот и все. Чем меньше он будет о вас знать, от вас же самой, тем больше у него будет интерес узнать вас самому. Понимаете? Потому что вы же сами о себе как расскажете, все, книжка прочитана, да. Можно только закрыть. Дайте мужчине возможность узнавать вас. Не надо ничего о себе рассказывать, тем более так многое. Не надо. Ни в коем случае. Ни в коем случае. А чтобы передать вот эти сиюминутные в нет, и потом, вот о своих чувствах. А какие могут быть чувства к постороннему человеку? Вот я навскидку могу сказать, у меня посторонние люди, какие чувства вызывают? Первое, что в голову приходит чувство жалости. Ну вот так, если совсем посторонний человек где-то видишь, да. Ну вот бывает жалость вызывает, да, ну если что-то там, да, человеку тяжело, трудно, там что-то не очень хорошо. А потом, а остальные люди вызывают улыбку. Ну если человек приятный, да, ну вызывает улыбку, ну улыбнётесь. Если он окажется приятным, да, улыбнётесь. Можете сказать там, ты милый, это простые слова, там, ты милый, ты мне нравишься. Ну вот так, легко, с улыбкой. Всё. Какие ещё могут быть чувства к постороннему человеку? Вот я не понимаю. А у вас на первом свидании это будет реально вообще посторонний человек. Представляете, как вы его напугаете, если начнёте ему рассказывать о своих чувствах. Он же понимает, что вы друг другу вообще никто. Какие чувства? О чём это? Чувства, они, знаете, там такие глубокие, тем более там какие-то. Они с годами как-то приходят, когда вот, да, вот вы узнаёте друг друга больше и больше, и тогда вот чувства либо появляются, либо не появляются. А вот так, чтобы на первом свидании сразу какие-то чувства, не пугайте, не пугайте мужчин. Вот мы, девочки, вот мы со своими вот этими сказками, там, какие-то у нас сказки тоже дурацкие были, видимо, в детстве. И мы там думаем, ой, я вот, нет, это только отпугивает. Это только отпугивает. Не верите мне, выходите на улицу, ловите любого первого попавшегося мужика, или какой там больше всех понравится, пусть он будет не первый. И вот вывалите на него всю информацию, которую вы хотели бы поделиться на первом свидании, и посмотрите на реакцию. Себя представьте в этой ситуации, что посторонний человек к вам подойдёт и начнёт там рассказывать. Это же вас тоже смутит, да? Нет, не надо думать так, что вот так, о, да, и он, и я тебя люблю, и он мне сказал, я тебя люблю, а я ему, я тебя люблю. Это только в сказках. Это в сказках. А в жизни, и наши принцы, я вчера на стриме сказала, вот я в этом уже убедилась, что вот настоящие принцы, они вообще не те, которые нам вообще очень нравятся. Знаете, из картинки, такие прям красавцы, нет. Вот те красавцы из картинки, это вот эти гуляки, лоботрясы, вот они вот такие, знаете, они же вот такие, они с женщинами, так, и, ой, они же нам нравятся, мы там, ой, какой он классный, да? А реальные принцы, те, кто вот реально заботится о нас, кто готов заботиться о нас, о наших детях, о наших, там, я не знаю, вообще, да, о нас, они другие, они не выглядят такими, знаете, самцами, прям, а, нет, они другие. И поэтому любой мужчина, вот, а к вам приедет любой, реально любой, мы не знаем до встречи, до реального свидания, мы не знаем, какой человек на самом деле, кто это приедет. То есть, по сути, вы встретитесь с любым, и рассказывать любому свое что-то внутреннее, сокровенное не надо. Поберегите это для более удобного случая, когда вы с ним встретитесь, там, второй раз, третий, или он уедет, и он, там, что-то у вас будут завязываться отношения, да, когда они уже завяжутся отношения, когда будут, тоже не надо, когда завяжутся отношения, когда вы будете уверены в этом человеке, что, да, это тот человек, с которым вы хотели бы провести, там, хотя бы часть своей жизни, да, что он вам приятен, что он о вас заботится, что он порядочный. Вот потом, когда вот наверняка будет, не сами так вы придумали, что он порядочный, а по поступкам вы увидите, что это действительно он. И потом, а к тому времени у вас уже языка будет достаточно, и вы уже сможете понимать друг друга по взглядам, понимаете, когда люди чем больше узнают друг друга, по мимике, да, по реакциям, вы уже все прекрасно будете понимать, и он вас прекрасно будет понимать, и не будет уже такой сложности, ну, такого языкового барьера. Вот поверьте мне, резюме, я прекрасно понимаю, что чувства есть, хочется вот поделиться, не надо этого делать. Вот поверьте мне, пожалуйста, не надо. На первом свидании ни в коем случае, ни в коем разе встречайтесь, узнавайте друг друга, узнавайте там того, кто приедет, какой это человек. Смотрите на его поступки в первую очередь, на поступки. Не на слова, что знаешь, а потом, я как начну тебе заботиться, а сейчас же мы еще никто друг другу. Вот это точно нет, понимаете, вот это так не бывает, там, вот эти истории, да. А смотрите, реально вот сейчас, здесь и сейчас, как человек относится. Он заботится о вас, там, будет сытый, спрашивает ли он у вас о том, что ты голодна или не голодна, еще какие-то вещи. Смотрите на простые вещи, какой он вообще в жизни в простых вещах, потому что жизнь состоит из простых вещей. Эти простые вещи в нашей жизни ежедневно, да, и мы с ними живем. Вот какие-то такие фейерверки, это редко, да, по праздникам. А все простое ежедневно, поэтому вот мой адвайс вам, не надо волноваться по этому поводу, что не хватит языка передать всю глубину чувств. Нет. Даже когда они есть, и если вдруг они будут, все равно будет хотеться, вот закрывайте себе рот на замок. Вот крепитесь, держитесь, ничего сильно о себе не рассказывайте. Я вам всем-всем-всем желаю удачи, всех люблю, всех целую. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.